доброго времени суток уважаемые зрители в этом видео я вам расскажу о рябине черноплодной или как ее еще называют арония в видеоролике мы узнаем о лечебных свойствах этого растения при каких заболеваниях она применяется также посмотрим на его химический состав но и узнаем несколько рецептов то есть что можно приготовить из рябины черноплодной и конечно же посмотрим если какие-то противопоказания у рябины и так арония или рябина черноплодная используется нами не так уж и давно появилась она в странах снг буквально в конце 19 начале 20 века поспособствовал этому наверное всем известный ученый иван владимирович мичурин занимался на селекции выводил новые сорта этого растения вот вообще родиной аронии считается северная америка рябина черноплодная является кустарником или небольшим таким деревом высотой два с половиной три метра в среднем может доходить до четырех метров довольно таки ветвистое растение цветы небольшие имеют они по пять лепестков как видите цвет лепестков белый или имеет такой развертый оттенок собраны цветы соцветия диаметром по 5-7 сантиметров примерно цвести начинает арония в конце мая в начале июня и время цветения то есть период цветения продолжается в течение двух недель вот а плоды созревают аж в сентябре многими почему-то растение не ценится дачники его зачастую вырубывают просто выкорчевывают вот но знающие люди культивируют у себя на участках это растение выращивают его как одно из наиболее ценных лекарствами в растении так ну и давайте собственно посмотрим на химический состав аронии и так у нее очень богатый химический состав просто кладезь витаминов и различных минеральных веществ и так в состав аронии входят такие витамины как а ем ц к витамин pp витамин p также витамины b1 b2 и b6 далее растение содержит следующие минералы это кальций калий магний натрий железа фосфор марганец медь бор йод фтор и малибден также в аронии содержатся пектиновые дубильные вещества и сахара сахара это глюкоза фруктоза и есть еще такой в пищевой промышленности его используют как заменитель сахара называется он сорбит вот также он содержится в воронии поэтому ее нередко рекомендуют при сахарном диабете ну и давайте собственно посмотрим при каких заболеваниях будет полезна черноплодная арибина и так в народной медицине аронию применяют при гипертонии 1 и 2 стадии при авитаминозе помогает она также при атеросклерозе при сахарном диабете как я уже говорил используют ее для расширения сосудов как сосудорасширяющие при ревматизме и также как желчегонное и мочегонное средства стоит сказать что научная медицина также рекомендует применять плоды рябиной черноплодной для укрепления иммунитета и при авитаминозе ну и теперь несколько таких полезных рецептов из аронии вообще из нее делают множество различных то есть и варенье и вино различные настойки отвары ягоды сушат и замораживают поэтому в каком виде только не используют арибина но мы с вами посмотрим три рецепта это рецепт приготовления вина рецепт врения и рецепт отвар отвара из ягод ну и собственно начнем с вина для его приготовления понадобится 5 килограмм ягод кстати ягоды собирают в конце сентября в начале октября ягоды кстати не следует мыть для приготовления вина поскольку на них содержится на их поверхности специальные дрожжевые бактерии которые будут способствовать брожению вот значит понадобится 5 килограмм ягод и 3 стакана сахара ягоды засыпаются в стеклянную посуду затем их мнут вот затем давленные ягоды засыпают тремя стаканами сахара все это дело перемешивают накрывают затем марлей или крышкой чтобы не попадали туда никакие насекомые не оставляют эту мезгу на одну неделю в теплом месте каждый день следует мезгу перемешивать для того чтобы не образовывалась песен и по прошествии недели все это сусло процеживают сок сливают в стеклянную посуду обычно это специальные стеклянные бутыли на них ставят водный затвор и ждут пока прекратится брожение брожение обычно длится в течение примерно месяца бывает чуть меньше бывает чуть дольше но вы сможете сами определить когда перестанет то есть выделяться глаз от брожения и так теперь посмотрим как приготовить варенье для приготовления варенья понадобится 1 килограмм ягод на 1 килограмм ягод точнее понадобится 1 и 3 килограмма сахара 1 стакан воды здесь уже ягоды как следует нужно помыть очистить их от хвостиков и бланширует ягоды в течение пяти семи минут можно бланшировать ягоды либо в кипятке либо на пару лучше конечно на пару вот из сахара и воды готовят сироп сахар тщательно размешивают полностью растворяют затем сироп доводят до кипения и в него уже отправляют бланшированные ягоды аронии кипятят варенье в течение 15 минут затем отставляют дают ему остыть примерно на это уходит часа три затем снова ставят на огонь снова кипятят в течение 15 минут и затем уже горячее варенье разливают по стерилизованным банкам ну и закатываю сразу так и напоследок расскажу вам рецепт приготовления отвара витаминного отвара который поможет при витаминозе и вообще придаст сил готовить отвар следующим образом берут полторы стволовые ложки сушеных ягод аронии заливают их пол литра воды кипятят отвар на слабом огне в течение 10 минут затем дают ему настояться в течение пяти часов полученный отвар выпивают в три приема за один день на этом все всем спасибо за внимание всем пока хотя нет стоп еще не пока остался у меня один слайд это как раз противопоказания какие есть у рябины черноплодные и так не советуют употреблять аронию при гипотонии то есть пониженном давлении при повышенной кислотности желудочного сока также при язве желудке двенадцатиперстной кишки и если у вас повышенная свертываемость крови но на этом точно все всем пока всем счастливо